До Отечественной войны народа Абхазии в республике функционировал Сухумский городской онкодиспансер. Оснащение и объемы лечения в котором были ограничены. А после окончания войны и до конца 1995 года население страны и вовсе оставалось без онкологической помощи. Открыл юбилейную конференцию Национального онкологического центра главврач Лева Аргун, который рассказал об истории создания и становления лечебного учреждения. Нужно было организовать эту службу. Постановление было Кабинета министров 12 октября 1995 года о создании онкологического учреждения, которое отсутствовало на протяжении четырех лет. Это с начала войны, который сгорел в городе Сухум, и после войны. То есть онкологической службы вообще не было. И люди обращались в общий лечебный учреждение. Коллеги об этом знают. Были сложности. Выезжать тоже в то время не каждый мог себе позволить. За 25 лет республиканский онкодиспансер прошел в своем развитии и становлении трудный путь. Национальный онкологический центр он был переименован в 2014 году. Тогда же была утверждена эмблема учреждения. Я помню, когда они, молодыми людьми, работали на Пушкино, в онкодиспансерии, что было тогда и что есть теперь. Уровень онкологической службы в Абхазии в организационной части, конечно, нет другого имени, кроме как Лев Заобетович. И, конечно, многие теперь благодарны ему. Я думаю, будут еще более благодарны грядущие молодые люди, докторам и пациентам без личностных человеческих качеств. Этого было достичь, добиться нельзя. Принцип непрерывного медицинского образования. Руководители онкоцентра ставят перед собой именно такую задачу. Медицинский коллектив старается донести до каждого пациента мысль, что рак – это не приговор, а диагноз. На сегодняшний день и в нашем центре мы имеем такие препараты в таблетированных формах, которые имеют очень хорошую эффективность и достаточно хорошо переносятся. Мы очень стараемся назначать такие препараты пациентам, потому что, конечно, это удобнее и для врача, и для пациента. И удовлетворительная их переносимость, конечно, всем нам приятно. Хотелось бы также отметить, что в нашем центре мы имеем высокотехнологичное оборудование, которое позволяет нам проводить химиотерапию с определенной скоростью, по определенному времени, с определенными интервалами. Конечно, онкологи того времени даже подумать об этом не могли, что это когда-то станет возможным. В работе юбилейной конференции Национального онкологического центра и онкологической службы приняли участие приглашенные специалисты. То, что вы сделали, то, что сейчас я вас слышал, это говорит о том, что о людях заботятся, потому что главный ресурс любой страны – это люди. Если они болеют, умирают, и мы не занимаемся этим, докторами, то, значит, мы теряем кого? Самое главное – мы теряем наше будущее. Как и с языком. Если культура потерялась, потерял тоже не государство. Перспективы, открывающиеся сегодня перед Национальным онкологическим центром – это результат усилий руководства и всего коллектива, для которого лечение онкобольных является приоритетным направлением работы, что позволяет не только эффективно лечить больных, но и участвовать в международной научно-практической деятельности.